всем привет прошла еще одна неделя и это означает что вас ожидает очередной выпуск новостей и сегодня новости будут с голдкоста место называется курумбин и если в прошлый раз мы знакомились с австралийской истории это сегодня будет немного футуристики здесь проходит ежегодные мероприятия называется свал байда сис где различные скульптуры в том числе футуристически устраиваются прямо вдоль пляжа или даже на самом пляже и сегодня мы прогуляемся и я вам покажу что здесь такой но до того как мы начнем правильно пожалуйста поставьте ваш лайк это существенно помогает развивать наш контент в алгоритмах youtube и и также мне будет хорошей благодарностью и так устраивайтесь поудобнее и пойдемте прогуляемся согласно новым данным бюро статистике в марте этого года численность населения австралии составила 27 миллионов человек прирост в основном за счет миграции эксперты утверждают что австралии необходима долгосрочная жилищная политика и большие инвестиции в социальное жилье для решения жилищных проблем перед выборами правящая лейбористской партии старается удержаться у власти и желает показать успешную политику и в решении жилищных проблем и вопросах иммиграции однако на мой взгляд они провалились и там и там средняя прибыль от перепродаж недвижимости в австралии составила двести восемьдесят пять тысяч долларов и является рекордным показателем с начала 90-х годов из 91 тысячи продаж во втором квартале 95 процентов зафиксировали номинальный прирост общая прибыль за квартал составила почти 32 миллиарда долларов что на 7 и 7 процентов больше чем мартовском квартале однако цены на жилье в мельбурне падают уже шестой месяц подряд и все больше владельцев недвижимости теряет деньги когда решают ее продать три процента домов продаются в убыток новые танки m1a2 американского производства представлены на выставке вооружений в мельбурне эта партия заменит старый парк танков закуплены еще в 2007 году правительством австралии в прошлом выпуске я рассказывал о масштабных столкновениях противников этой выставки и это был самый большой дебош за последний четверть века в австралии правительство виктория отклонило предложению федерального правительства увеличить долю финансирования государственных школ а с 20 до 22 с половиной процентов министр образования виктория заявил что правительство штата желает получить 25 процентов от федерального правительства западные австралии северной территории согласились на предложение федералов а остальным штатам и территориям Содружества предоставит срок до 30 сентября. А еще Мельбурн завоевал титул самого перегруженного города в Австралии. Автомобилисты проводят на дорогах в среднем 200 часов в год, из которых 92 часа в пробках и заторах. Чтобы проехать 10 километров, автомобилистам потребуется около 20 минут. Камеры обнаружения мобильных телефонов в Южной Австралии начали работу. Закончился трехмесячный льготный период, в течение которого было отправлено 70 тысяч писем с предупреждениями. Если бы штрафы были выписаны за этот период, они позволили бы собрать 45 миллионов долларов. По данным страховых компаний за период с 2014 по 2023 год, австралийцы старше 65 лет чаще всего попадают в аварии. Пятница оказалась худшим днем недели по количеству аварий, а именно 16%, а худшее время с часу до полпятого дня. Исследование также показало, что мужчины чаще попадают в аварии, чем женщины. Водители такси проведут забастовку из-за того, что аэропорт Сиднея разрешил таксистам Uber забирать пассажиров прямо у обочины международного терминала. Информация о забастовке распространила в закрытых группах водителей такси в Facebook. Такси, участвующие в акции, не будут забирать клиентов из международного аэропорта. В Австралии давно идет противостояние таксистов и извозчиков Uber, которые вытесняют такси. Почему? Да потому что Uber проще и дешевле. Средняя цена на бензин в Австралии упала до 178 центов за литр. Аналитики полагают, что средняя цена по стране может упасть до 165 центов в ближайшие недели из-за снижения спроса на нефть Китая. Большая неопределенность заключается в том, обострятся ли отношения между Ираном и Израилем, что может привести к региональной войне и сократить поставки нефти и вновь поднять цены. И снова война это исключительно про деньги. Ничего личного. Компания Эколо подала иск в федеральный суд от имени клиентов Харви Норман и Домейн, это крупнейшие сети в Австралии, которым была продана расширенная гарантия Product Care в период сентября 2018 года по в настоящее время. В коллективном иске утверждается, что гарантия не представляет никакой ценности для клиентов, однако стоит от 10 до 40% от цены товара в зависимости от товара и срока действия гарантии. И компания заработала сотни миллионов долларов. Согласно новому отчету, в Австралии зафиксировано самое большое количество утечек данных за последние три года. Причем одной из главных целей стал государственный сектор. С января по июнь этого года было зафиксировано 527 утечек. Этот показатель вырос на 9% по сравнению с предыдущим полугодием. В Австралии насчитывается 267 700 человек, страдающих деменцией, и это число удвоится в течение следующих 34 лет. Полиция Нового Южного Уэллса накрыла преступную сеть в Сиднее, которая за 4 месяца продала более тонны кокаина на сумму 2 миллиарда долларов. Полиция провела обыски в 20 домах и арестовала 6 мужчин, изъяв кокаин, автомобили, наличные деньги и огнестрельное оружие. Преступники предстали перед судом. А также полиция расследует кражу бронзовой статую медведя под названием «Блестящий медведь» из торгового центра на севере Мельбурна. Стало известно, что трое преступников просто спилили статую с помощью болгарки, погрузили ее в грузовик и скрылись. Статуя изображает бронзовую медведя в натуральную величину, едущего на двухколесном велосипеде. Ее стоимость оценивается в 60 тысяч австралийских долларов. По данным избирательной комиссии Куинсланда, 35 тысяч избирателей получили уведомление о неявке на голосование. Лицам, не принявшим участие в голосовании, придется указать уважительную причину неучастия. В противном случае им грозит штраф в размере 154 долларов. Владельцам собак в Южной Австралии будут грозить штрафы до 100 тысяч австралийских долларов и тюремные заключения за нападение в соответствии с новыми законами. За последний год в штате зафиксировано 1200 нападений, в результате которых более 500 человек обратились в больницы. Законы будут введены на следующей неделе. Так что, пожалуйста, следите за своими питомцами. Запрещенный в России Instagram представит новые учетные записи для подростков младше 16 лет, которые обеспечат дополнительную защиту для молодежи и больше контроль для родителей. Функция позволит всем подросткам в Австралии перейти на новые аккаунты в течение 60 дней. Интересно, что сами подростки думают об этой инициативе и вообще пользуются ли они инстаграмом. Ведь инстаграм в Австралии это что-то вроде неправильных одноклассников. Новости с Новой Зеландии. Граждане Индии заполняют Новую Зеландию. В июле прибыло 25200 человек, а за ними следуют граждане Филиппин 24600 человек и Китая 23600 человек. Причем коренные новозеландцы уезжают из страны. Треть из них направляется в Австралию. Согласно новым данным о преступности за 2023-2024 год, число обвинительных приговоров за убийство выросло на 77% по сравнению с предыдущим годом. А более половины обвинений в непредумышленном убийстве остаются недоказанными. Метанфетамин продолжает доминировать в наркобизнесе. На его долю приходится более 50% обвинительных приговоров за преступления, связанные с наркотиками. Более 70% обвинений в сексуальных преступлениях касаются жертв в возрасте до 16 лет. Комиссия по торговле подала иск против Jetstar, заявив, что компания отговаривала людей от получения компенсации в случае, когда рейсы были сорваны в 2022-2023 годах. В соответствии с законом о гражданской авиации, пассажиры, пострадавшие от таких сбоев, имеют право требовать возмещения расходов, такие как расходы на проживание, питание и альтернативные поездки. Сильный снегопад на Южном острове привел к закрытию школ, перекрытию дорог и отключению электроэнергии. На высотах более 600 метров в Атага выпало 25 сантиметров снега, а в Кантербери к югу от реки Ракай 20 сантиметров. Но мы возвращаемся в Австралию. Адалаида пережила самое холодное сентябрьское утро за столетия. В нескольких городах Южной Австралии температура опустилась ниже нуля. Исследование, проведенное Хьюстонской методистской больницей в течение 11 лет и охватившее более 33 тысяч пациентов, показало, что хронические проблемы с носовыми пазухами связаны с тревогой и депрессией. А именно, пациенты в 4 раза чаще испытывают тревожность и в 2 раза чаще страдают депрессией. В соответствии с новым законодательством нового Южной Уэллса, рейнджерам будет запрещено выписывать водителям безбилетные штрафы за парковку. Это когда водители не оповещают чеком на лобовом стекле и уведомления приходят по почте с некоторым опозданием. Проправка введена после того, как количество штрафов, выписанных местными советами, возросло до 822 тысяч за последний финансовый год, что почти на 50 процентов больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Система безбилетного режима была введена в 2020 году. В музей Пауэлхауса в Сиднее был включен в список объектов культурного наследия. Правительство нового Южной Уэллса реализует план реконструкции объекта стоимостью 300 миллионов австралийских долларов. Ориентировочная дата открытия объекта в 2027 году. На мой взгляд, это очень интересный музей. Между прочим, он имеет копии кораблей советской космонавтики. Тропический остров Литтл Грин в Северном Квинсленде, вдохновивший создателей франшизы Хроники Нарни, был продан на аукционе семье из Северного Квинсленда за 5,5 миллионов долларов. Торги начались с 2 миллионов за остров площадью 24,5 гектара. И это не последний остров, который можно прикупить в Австралии. Между прочим, не так дорого относительно стоимости недвижимости в Сиднее. В Южной Австралии был установлен новый рекорд на аукционе автомобильных номерных знаков. Более 4 миллионов долларов были выручены за продажу 28 номерных знаков, включая 2 миллиона 300 тысяч за продажу знака с цифрой 8. Доходы, полученные на аукционе, будут направлены на поддержание дорожной инфраструктуры Южной Австралии. Вообще, полострова за цифру на куске алюминия стоимостью несколько центов. Друзья, что не так с этим миром, а? А в заповеднике дикой природы Карамбин в Голкосте появились на свет 6 новых детенышей коалы. Заповедник отмечает всплеск рождаемости, приглашая местных жителей подать заявки на право назвать животных на галлой вечере дикой природы в следующем месяце. Все средства, собранные на галлой вечере, пойдут на поддержку программ по охране природы. И последняя новость. Жители Квинсленда получат выгоду от практически бесплатного общественного транспорта, вне зависимости от того, кто победит на выборах в штате в следующем месяце. Обе партии обещают сохранить фиксированную ставку проезда в размере 50 центов на неопределенный срок. Правительство утверждает, что эксперимент, который стартовал в августе, позволил добиться того, что число поездок на общественном транспорте превысило уровень существовавшей до пандемии ковид и сэкономило жителям Квинсленда 37 миллионов долларов. Вот такая, друзья, у нас получилась прогулка с элементами австралийского искусства, которые, кстати, вы можете купить. Ну а цены, цены вы видели сами, хотя искусство, оно бесценно. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте про наши телеграм-ресурсы, про нашу страничку в инстаграм, а также про наш канал, где мы размещаем самые свежие вакансии, по которым вы можете переехать в Австралию по рабочей визе. Если вы не поставили ваш лайк, то это очень приветствуется. Сейчас самое время это сделать, но я благодарю вас за просмотр, желаю вам всего самого наилучшего и до встречи в следующих видео. Удачи, друзья, пока!